Привет, с вами Женя и сегодня я расскажу о самых интересных новостях в сфере виртуальной реальности. Оставайтесь со мной и вы узнаете, что такое американская мечта, какой Porsche нынче самый модный и почему обладатели смартфона Samsung Galaxy начали заикаться. Менеджеры Samsung нервно курят и пьют валерьянку. Их распиаренный Samsung Galaxy Note 7, тот что для виртуальных очков гея VR, начал взрываться. 35 человек чуть кондрашка не хватило, когда гаджет бабахнул прямо перед лицом. К счастью, все живы, партию отозвали, а ЧП показали по всем телеканалам мира. У жертв шок, у компании большие проблемы. Причина? Несчастные играли в гаджет, пока он был на зарядке. А ведь нельзя иметь в виду. Но если вы, конечно, огня не боитесь, то продолжайте заряжать. И скоро на вопрос, будешь еще нарушать инструкцию, ответите вот так. Буду! Буду! Но даже если такое случится, не переживайте. Крупный российский банк все оплатит. Коммерсанты приняли решение сделать специальное страхование жизни для любителей виртуальной реальности. А то они постоянно путаются в проводах, врезаются в мебель, падают, одним словом травмируются. Теперь за фейлы можно получить от 4 до 33 тысяч рублей. Так что можно оформить страховку, надеть шлем и убиться об стену. А следующая игра как раз поможет отбить страховку по максимуму. Называется она VR Party Game и придумана какими-то садистами. Суть в том, что приложение при помощи дополненной реальности настолько искажает реальный мир, что игрок полностью теряет ориентацию в пространстве. Он видит все с задержкой, вверх тормашками или отзеркаленным. VR Party Game популярна в компаниях, так как делает из игрока полного идиота, над которым очень весело ржать. Решили немножко подшутить и австралийская студия Samurai Punk. Создали игру, олицетворяющую американскую мечту. Как оказалось, это не куча бабла, крутые тачки и телки. По их мнению, американская мечта это ходить с пушкой и палить во все подряд. Примерно как-то так. В общем, в игре даже пончики придется расстреливать и несчастного плюшевого мишку. В целом, это неплохой тир. Правда, его могут забанить в Америке, если власти не оценят юмор австралийцев. Ну а в других странах релиз планируется в следующем году. Совпадение это или нет? Но тем временем компания из штатов Lockheed Martin, которая занимается авиастроением, показала миру, что американская мечта это делать детишек счастливыми и отправлять их на Март. Слава богу, виртуально и на специальном автобусе. Окна автобуса переоборудовали в специальные экраны, да еще и наделили его датчиками движения, чтобы картинка за окном совпадала со скоростью. В итоге детишки как будто бы побывали на красной планете. Школьникам понравилось и, судя по всему, никого не укачало. Во всяком случае, на видео этого не показали. Вдохновился космосом и автоконцерт Porsche. Подумывает создать суперкар со встроенной виртуальной реальностью. Есть уже концепт. Правда, судя по нему, вообще непонятно, что это за неведомая фигня. Больше похоже на подводную лодку, а местами и просто надувную. Но по задумке эта машина должна переключаться в режим VR в пробке и показывать хозяину прекрасные пейзажи вместо унылой серости. Учитывая, что это не очень безопасно, красивый вид из окна может стать последним, что он увидит. Видимо, поэтому виртуальный Porsche еще пока на стадии разработки. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и будет вам счастье! Всем пока!